Гостями Щелковского театра впервые стала Московская областная филармония, которая привезла музыкальный спектакль под названием «Крокодил Иваня». Он поставлен по мотивам сказки Корнея Чуковского. Сюжетное повествование переносит зрителей в Петроград, где главный герой, он же главный злодей Крокодил, поедает беззащитных граждан. Но среди жителей города находится бесстрашный герой Иван, который изгоняет кровожадного монстра. История, которую ровно 101 год назад написал Корнея Чуковский, раскрывает такие вечные темы, как противостояние добра и зла и воспевание любви и справедливости. Оригинальные костюмы, яркие пластические номера и, конечно, живой звук. Артисты Государственного академического оркестра не оставили равнодушными зрительный зал. Мне кажется, сегодня спектакль удался, дети в восторге, поэтому я считаю, что свою главную миссию мы выполнили. Мы принесли сюда радость и дали возможность маленьким зрителям пообщаться с большой музыкой и замечательным произведением Корнея Чуковского. Мне понравилось, как Юнга поборол крокодила. И крокодил ушел обратно к себе в Африку. Мюзикл «Ваня и крокодил» показали в Щелковском театре в рамках проекта «Детская филармония», основная идея которого – приобщение маленьких зрителей к отзывчивому, трепетному отношению к музыкальному искусству. Музыкальное сопровождение спектакля «Оригинально» было написано известным композитором Григорием Аурбахом, прозвучало в оригинальных аранжировках музыкального руководителя проекта Дениса Забавского и адаптировано под Государственный академический оркестр «Русские узоры». Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».